Слово Татьяне Станко, руководителю проекта ВТБ, консультанту стратегического развития, PHD. Татьяна обещала рассказать сегодня о персонализации в формировании современной образовательной программы. Тоже очень такой вопрос сложный, дискуссионный. Наверное, исходя из образа выпускника, формируется образовательная программа, и тут очень важно выбрать правильный подход. Так что, коллеги, тоже обсуждайте в чате, что ближе вам, какие подходы применяете вы. Передаю вам слово Татьяне. Спасибо за представление. Давайте начнем. Сегодня я хотела поговорить про то, как сформировать современную образовательную программу и на что обратить внимание. Еще пару слов. Я занималась созданием новых университетов, о которых вы, наверное, слышали. Это Скалтех и Иннополис в качестве проректора. И занималась развитием уже существующих университетов. И, собственно, это привело меня к деятельности, которая параллельна с моей основной работой, это консультирование университетов. И, конечно, очень часто ко мне обращаются российские университеты с просьбой помочь в продвижении в международных рейтингах. Но понятно, что рейтинг – это очень интегральный показатель. Поэтому, если копать в глубину, то нужно заниматься, ну, в первую очередь, из-за чего на сегодня, это не тема нашей дискуссии. А второй очень важный момент – это, конечно, качество образования. И качество образования, оно зависит от многих акторов, в том числе и от образовательной программы. Собственно, когда мы занимаемся проектированием образовательной программы, то, с чем я столкнулась, сложности в российской образовательной среде – это ограничения, к которым привыкли за долгие годы. То есть это, понятно, конечно, историческое наследие, о том, что у нас есть всегда нормативные ограничения, которые, на самом деле, меняются, и они гораздо гибче, чем мы привыкли думать. Это ограничения, естественно, финансовые, ресурсные. Это о том, что наши преподаватели не могут преподавать на английском и недостаточно его знают. И поэтому, когда все вот эти вот ограничения стоят в голове, то очень сложно сделать что-то такое красивое и новое. Поэтому, конечно, первое, это, наверное, самое сложное, это я рекомендую, вот забудьте про все ограничения и представьте, что вы живете там на другой планете, вы можете взять лучших преподавателей в мире, вот каких вот вы придумаете ППС, что они все будут говорить на всех языках. И вот просто включите этот креатив, чтобы создать что-то новое, а потом уже смотреть, как мы можем это вписать в существующие рамки. Я всегда рекомендую сфокусироваться на международных образовательных целях, ну, наверное, в основном потому, что международное сообщество, оно идет с опережением в этом направлении, и поэтому имеет смысл смотреть на то, что будет и к чему наши, особенно государственные управленческие политики, придут через некоторое время, чем, в общем-то, постоянно находиться в догоняющих. Тут, конечно, мы тоже смотрим на запад, но в то же время есть возможность и внести изменения, и свою лепту в те образовательные цели, рамки, которые формируются на мировом уровне. Например, при создании университета Скалтех мы, в общем, мы переделали так называемую силу с программы СИДИО, это стандарт международного инженерного образования, и он стал нормой для мирового сообщества, более 180 университетов. Ну, и, конечно, тема, собственно, сегодняшнего дня, сегодняшней дискуссии, это создавать программы для студентов, то есть очень активно включать персонализацию. По поводу стандартизации. Вообще, интересный тренд мировой, что я буду говорить больше про инженерное образование, поскольку там достаточно хорошо прописаны стандарты, и существует аккредитационное агентство, которое аккредитует образовательные программы, существует тренд на сильное упрощение политикой ограничений. То есть вот самые современные рекомендации, которые, и они краткие, собственно, поэтому я их здесь тоже привела, это пять ключевых навыков, которыми должны обладать все выпускники. Их всего, как мы видим, здесь пять, то есть уже их даже не 11, не 12, не 38. Это исследования, проектная работа, междисциплинарность, предпринимательство и бизнес, мультикультуризм и социальная ответственность. Если по первым четырем аспектам предпринимательства тоже, в принципе, в российских политиках тоже введено, то, конечно, социальная ответственность – это уже новая размерность, которая у нас только начинает вводиться. Но интересно, что вот эти вот пять ключевых навыков и рекомендуемых, даже нет рекомендации о том, как и какими средствами университет будет их развивать и как будет их оценивать. То есть это, собственно, отдается полностью на откуп университета, то, что университет ставит свои миссии, свои задачи в развитии этих навыков, сам их развивает, сам их оценивает, и тогда может являться членом вот этой организации, которая «Grant Engineering Challenges». Ну и еще один вопрос. Насколько я в основном, конечно, работаю со студентами инженерных специальностей, с программами инженерными, где уже очень давно идет тренд на то, что инженерные специальности нужно обогащать гуманитарными навыками. И, как мы знаем, у людей есть два полушария, левая и правая, и вот эти вот логики и визуалы, каждый из этих полушарий у них развито по-разному, с разной доминантой. Вот чего сейчас нет или что достаточно слабо развито, не только в российском контексте, но и в дуровом, это обогащение креативных и вот этих вот визуалов более структурными и логическими дисциплинами. И это тоже очень важно, потому что нам нужно развивать очень сбалансированного человека. Здесь мы не говорим об этом, но, опять же, мы проводили большие исследования, и я занимаюсь все-таки созданием новых университетов, где мы делаем форсайты о том, какими же должны быть университеты, и какие же люди должны строить новое будущее. И мы приходим к тому, что это должен быть человек с таким очень холистическим подходом к мировым проблемам, то есть не глубоко специализированный в какой-то одной узкой области. Это уже даже не мульдисциплинарность, которая очень важна, но она все равно не помогает решать проблемы, поскольку каждый человек остается в рамках своей дисциплинарной области, и им все равно достаточно сложно коммуницировать. А сейчас идет такой подход, как Леонардо да Винчи, когда это должно быть и креативная, и инженерная мысль, и все это желательно совмещалось в одной голове. Поэтому, если вы занимаетесь созданием программы, я очень рекомендую, чтобы вы посмотрели на те дисциплины, которые у вас есть, и насколько они развивают, грубо говоря, правое или левое полушарие, и постараться найти баланс. То есть если у вас программа гуманитарная, чтобы не менее 20% дисциплины развивали логическое мышление, если у вас программа техническая, чтобы не менее 20% дисциплины развивали гуманитарную и креативную часть. Здесь я привожу вам пример, который мы реализовали в основном, конечно, в университете Иннополис. Ну, собственно, после того, как я начала заниматься активным консультированием, такой подход реализован и в некоторых других университетах. То есть здесь примеры образовательной программы двухлетней, где как раз выделены вот эти основные аспекты. То есть я всегда рекомендую делать блоки как конструктор лего из стандартных числа зачетных единиц, потому что это вам позволяет очень быстро переформатировать эти кусочки. Как вы понимаете, если у нас есть дисциплина 7,5 кредит, а рядом с ней дисциплина 2 кредита, 2 CTS кредита, а рядом 3, 4,5, то перестановка этих модулей становится очень трудоемкой задачей. Поэтому на самом начальном этапе рекомендация делать блоки из таких более-менее стандартизированных кубиков. Здесь я предлагаю делать кубики из 6,3 зачетных единиц, но вы можете, конечно, придумать какой-то свой стандарт. Второй тезис как раз то, что я сказала про 20% гуманитарного цикла для технических наук и 20% технического цикла для гуманитарных наук. Хотелось бы, и это хороший задел, чтобы все программы имели предпринимательский трек. Я покажу вам, как его можно включить. Конечно, чаще всего говорят о том, что как у нас и так уже все CTS кредиты потрачены, и нам уже некуда это вставлять. Это действительно, ну, это в принципе касается не только предпринимательского трека, а любых других дополнительных расширяющих компетенций и дисциплин. Это можно всегда оформить либо как факультатив, либо как ДПО. Это технический момент, на который, как я сказала вначале, лучше на этапе проектирования программы не обращать внимания. Ну и далее цветовые обозначения, которые я вожу. То есть синеньким у нас обозначены обязательные общеобразовательные дисциплины. Здесь я показываю пример инженерной программы, поэтому таким розовым квадратиком дисциплины гуманитарного цикла. Светло-зеленые – это обязательная дисциплина по специальности, и темно-зеленые – дисциплина по выбору, по специальности. И курсы предпринимательства у нас здесь обозначены золотым цветом. Собственно, вот так вот выглядит программа. Здесь я ввела программу магистратуры, например. Двухлетняя программа, либо можно рассматривать это как последние два года программы бакалавриата. Здесь, на самом деле, все-таки магистратура, потому что у нас здесь есть вначале три кубика синего цвета. Это выравнивающие дисциплины. То есть, наверное, мы все знакомы с пониманием того, что в магистратуру приходят студенты с разных специальностей, разных школ подготовки, и всегда возникает потребность привести их к какому-то общему знаменателю. И это, на самом деле, очень важно, поэтому мы всегда рекомендация вводить здесь две или три дисциплины какого-выравнивающего формата. И далее уже начинается сначала у нас первая светло-зеленая обязательная дисциплина по конкретному направлению. Как мы видим, здесь у нас 20% розовеньких, то есть это дисциплины гуманитарного цикла. И специализация начинается уже со второго семестра. Это темный-зеленый квадрат, и это, собственно, то, что можно называть персонализацией обучения, где студент имеет право выбрать какую-то свою интересную тематику. Еще один важный момент, который в российской практике практически не учитывается, это финальный проект ВКР. Мы очень рекомендуем начинать его делать уже осенью и иметь какую-то промежуточную систему оценки, поскольку по нашему опыту внедрения и по некоторым мировым практикам это очень хороший подход, когда уже в середине года студент понимает, в том направлении он движется, дойдет он до своей ВКР до конца, насколько это будет успешно, потому что, конечно, часто студенты предоставлены сами себе при написании ВКР и теряются в этом процессе. Когда это происходит только в последнем семестре, очень часто это, кроме того, что и для них большой стресс, и есть большие риски невыполнения требований квалификационных. Поэтому, конечно, мы рекомендуем делать это пораньше, и в зависимости от организации университета, где вы находитесь, вы можете внести какие-то дополнительные требования более сложности. Например, в университете на колес, на программе гестратур у нас было обязательное требование, это публикация с корпус, конференционная статья, но на основе вот этой ВКР, поскольку конференции проходят летом, то, собственно, подавать их нужно было уже в первом, в начале года академического. Это тоже было одной из причин, почему мы вынесли финальный проект уже начиная с осени. Ориентация, я здесь, наверное, не буду на этом сильно останавливаться, но ориентация тоже важный момент, что если у вас студенты приходят из разной школы и вообще в новом здании, в новом всем, то имеет смысл определить некоторое время, где вы показываете им, где они будут учиться, как они будут учиться. Если у вас образование очень, как сказать, направлено на индивидуальную работу студента, как было и в Сколковой в Наполисе, очень много, то есть именно в аудитории у них было не так много часов, и заданий мы не ходили с ними с плеткой, не говорили, вот ваш дедлайн, давайте его немедленно сдавайте. То есть они были очень сильно предоставлены сами себе, и, конечно, российская образовательная практика, она к этому не готовит, поэтому нам нужно было провести такой тестовый период, у нас это было две недели, где они активно учили английский язык и учились учиться самостоятельно. Собственно, вот здесь вот я обозначила то, где развиваются эти пять основных компетенций, которые обозначены в программе Grand Challenges, где развиваются исследования, междисциплинарность, мультикультуризм, и социальная ответственность. Мы, конечно, делали отдельные дисциплины на эту тему, это чаще всего входило в обязательную практику, где мы рекомендовали детям, студентам участвовать в каких-то волонтерских движениях, в социальных значимых проектах и тому подобное. И, как я сказала ранее, что если у вас по СТС-кредитам траектория предпринимательства не влезает в ГОС, то тогда ее можно оформить либо в качестве квантативов, либо в качестве ДПО. И вот на нашем опыте ни разу не было, чтобы студенты отказались брать эти дисциплины. То есть понятно, что они для них опциональны, но у нас были рекомендации вуза, где мы говорили, что мы рекомендуем вам взять из корзины предпринимательства хотя бы одну дисциплину, каждый семестр по три сети Аккредитов. Все студенты брали такую дисциплину. Ну и, наверное, еще один важный момент о том, что на самом деле, как бы вы ни делали, что бы вы ни делали, всегда очень важно выстроить правильную систему контроля качества образования. Я не знаю, как это сделано в вашей организации, наверняка у вас что-то есть на эту тему. Здесь я привела систему, которая была внедрена у нас, и она, самое важное, что она должна быть неформальной, а живой. То есть вы можете облегчить ее настолько, чтобы она действительно показывала вам улучшение качества образования. Потому что очень часто система, которая спущена либо из Министерства образования, либо откуда-то сверху, они выхолачиваются и становятся такими больше формальными подходами, где люди ставят галочки, и, к сожалению, это не помогает, собственно, процессу улучшения. Поэтому здесь, конечно, я привожу то, что должно помочь улучшению именно качества. Когда вы формируете программу, то очень важно создать рабочую группу этой программы. и, возможно, у вас так уже и есть. То есть система, которая занимается обновлением, в первую очередь, глобальных компетенций. То есть глобальные компетенции – это компетенции на уровне всего университета. У вас, в вашем университете, наверное, такие есть. Обновление компетенций на уровне, собственно, программы – это уже такое дополнительное, несколько, обычно их 4-5, не больше. Эта система также вводит понятие осознанного преподавания, занимается мониторингом студентов в течение семестра и вводит многофакторную оценку качества курса. То есть, наверное, вы знакомы, и, возможно, у вас введена система оценки качества дисциплины по вопросам студентов, но на самом деле это всего лишь одна, как сказать, это одна грань этой истории. И вообще оценка качества образования – это сложный вопрос, он такой многофакторный и открытый для дискуссий, в принципе, во всем мировом комьюнити. Поэтому в нашей системе мы постарались объединить несколько взглядов на дисциплину, чтобы прийти к какому-то более-менее объективной оценке. Первое – это обновление глобальных образовательных целей. Чаще всего это проводится в рамках какого-то такого, ну, более-менее крупного мероприятия, которое проводится на уровне университета, куда привлекают работодателей, у ваших стейкхолдеров, у которых наверняка есть органы власти, конечно, выпускников, родители-битриентов, студентов, ПС, город. И такое мероприятие, оно проводится, наверное, не чаще, чем раз в 4-5 лет, где определяются такие глобальные образовательные цели для выпускников. И здесь, конечно, очень важно вовлекать все эти целевые аудитории, потому что это гораздо, помогает гораздо лучше коммуницировать в дальнейшем и выстраивать продуктивные отношения. Конечно, не то, что вы будете прямо, как сказать, то есть вам нужно будет прийти на эту встречу уже со своим предложением, со своим готовым решением и скорее собрать с них обратную связь. То есть здесь нельзя ожидать, что вот эти все, все участники принесут вам результат готовый. Для образовательных программ уже создается такой, чаще всего, не очень большой кабинет, около 10 человек, куда входит для каждой образовательной программы, куда входят представители работодателей, выпускники. Можно, если мы говорим про бухгалавриат, можно на самом деле туда включать родителей-битриентов, по крайней мере, как внешних слушателей. и, собственно, непосредственно студентов, обучающихся в данный момент. Это тоже очень часто в России забывают использовать мнение самих студентов, а оно, на самом деле, очень информативно. То есть я всегда рекомендую включить одного-двух студентов. Студенты могут сами выбрать представителя, который будет участвовать в этой программе. Ну и, конечно, преподаватели, собственно, этой программы. И здесь обновление целей должно происходить гораздо чаще. То есть как минимум раз в два года, если мы говорим про дисциплины быстро меняющиеся, такие как IT, то это должно быть каждый год. Даже несмотря на то, что у вас программы двухлетние, как минимум, все равно цели нужно апдейтить регулярно. И это очень важный момент. Далее. То есть цикл управления командой, управления программой. У нас есть программный комитет, который мы уже примерно описали. То есть программный комитет определяет структуру программы, наполнение, распределение компетенций по образовательному модулю. Каждый образовательный модуль должен иметь одного ответственного преподавателя. То есть этот тезис кажется очевидным, но, как показывает моя практика, это далеко не так. И очень часто есть образовательные модули, которые, собственно, не имеют какого-то одного ответственного преподавателя, не знаю, человека, и самое главное, не имеют ответственного того, кто принимает решение о закрытии этого образовательного модуля. Это, наверное, самый сложный и такой болезненный момент для университетов, а кто, собственно, закрывает дисциплину, если она не соответствует нашему пониманию критерия. И, конечно, если у вас такие люди есть, если у вас нет, то, в принципе, тоже ничего страшного. Хорошо, если есть какое-то отдельное управление контроля качества, где находятся методисты, понимающие, как работает система образования. Если у вас таких людей нет, то это, в принципе, тоже не страшно, и peer-reviewed process хороший, извините, в этом процессе. Здесь я представила жизненный цикл образовательной программы. Вот, например, у вас начинается читаться образовательный модуль, и здесь вот расскажу пару слов про систему осознанного преподавания. То есть перед тем, как начать читать свою дисциплину, преподаватель пишет буквально на полстранице цели, которые он перед собой ставит на вот этот вот семестр, то есть вот на этот прогон своей дисциплины. То есть какие-то новые примеры, возможно, вводятся. Может быть, чуть-чуть меняется формат преподавания. И может быть, вообще дисциплина как-то потерпела какую-то сильную переработку в течение лета. То есть ставится перед собой образовательные цели именно преподавателем, то есть что он для себя хочет получить и добиться вот на этом цикле. Важно иметь промежуточные оценки, которые будут доступны в общей ЛМС-системе, достаточной периодичностью, то есть чтобы к середине семестра можно было понять, насколько студенты успевают, и те студенты, особенно важные, те, которые не успевают, и те, у кого есть велика вероятность, завалить данную дисциплину. И в середине семестра у нас происходят две важных встречи. То есть одна встреча – это преподаватель встречается со студентами, либо с представителями студентов, если это очень большой курс, 100 человек и больше, где они обсуждают, а, собственно, как студентам, что им нравится, что не нравится, что следует дополнить или изменить. И профессор, преподаватель аргументирует свою позицию. Если какие-то здравые, разумные, вводные от студентов, то можно их инкорпорировать в дисциплину уже в том же прогоне, уже в том же семестре. И опять же мы это ввели первый раз в Скалтехе, и делали это совместно с MIT, и в MIT они тоже переняли эту практику в итоге. То есть это, конечно, увеличивает увлеченность студентов значительно и удовлетворенность студентов курсом, потому что когда они чем-то недовольны, и они могут это выразить только в конце, то они даже уже не увидят результатов того, что изменилось или нет. А здесь они могут увидеть, что их мнение услышано, что их предложение взято к рассмотрению. Конечно, иногда студенты могут сказать, что там меньше тестов, больше пиццы, и тут преподаватель может объяснить, что, вы знаете, вот эта дисциплина, она на самом деле в контексте программы, и вам нужно изучить вот эти тематики. То есть очень часто бывают запросы студентов, когда они не понимают, зачем нам нужно изучать ту или другую тематику, мы как бы не понимаем. И здесь тоже преподаватель может это объяснить. Ну и, собственно, в конце, ну да, в середине, в течение семестра у нас живая практика по взаимопосещению занятий коллегами, когда коллеги ходят на занятия друг к другу и также оставляют конструктивную обратную связь. То есть это не оценка курса «хороший-плохой», а это именно какие-то рекомендации, как что-то можно было бы улучшить, где студенты теряют свой фокус внимания, и что там можно поменять, чтобы этот фокус внимания остался. То есть это именно не оценочный критический подход, а скорее такая рекомендательная практика. Если у вас есть профессиональные методисты, то, конечно, тоже это их работа. В свое время, будучи проректором, я, собственно, сама тоже ходила, посещала занятия преподавателей, и поскольку у меня есть и образование в плане методическое, то есть я им давала такую конструктивную обратную связь, как можно было бы улучшить, переструктурировать занятия, чтобы улучшенность студентов была лучше. Ну и, собственно, в конце семестра мы собираем информацию. Мы – это центральный какой-то там офис или тот орган, который занимается контролем качества. Отзывы студентов, надеюсь, что у вас это есть у всех. Рефлексии преподавателя, который, собственно, оценивает, насколько успешно выполнены или невыполнены цели, которые он ставил перед собой в начале семестра. Отзывы минус студентов в середине семестра. Ну и, конечно, оценку peer review, то есть это оценка преподавателей друг к другу. И имея вот этот вот такой пакет, более такой широкий, расширенный пакет документов, мы понимаем, насколько эта дисциплина является успешной или не очень успешной. То есть далее, в принципе, повторяется момент, на следующий год обучения, там, следующий прогон, там, преподаватели ставят перед собой еще более новые цели, там, инкопорировать какие-то вещи и моменты из предыдущего захода. И в нашей практике встреча с программным комитетом с определением целей происходила обычно зимой. Вот зимние каникулы в феврале мы каждый год собирались и переформулировали цели, задачи, программы в конце вот этих двухлетних или четырехлетних циклов. Ну, каждый год это для двухлетних циклов, наверное, раз в два года. Два года для четырехлетних программ. А теперь вот самые практические рекомендации. Если вы, собственно, занимаетесь разработкой или пересборкой программы, то нужно обратить внимание на следующие моменты. Очень важно четко определить, зачем нужна ваша программа. Потому что, конечно, в российской практике у нас есть большое количество программ, которые не могут объяснить, почему эта программа возникла, кроме того, что эта программа получила КЦП и, собственно, выполняет условный госзаказ. То есть нужно понять, зачем она нужна, кто является заказчиком, где будут работать ваши выпускники, кто является основными работодателями. Очень важно провести рынок, анализ вакансий, которые на данный момент есть. Какой у них средний уровень зарплат, какие компетенции запрашиваются. То есть я это упражнение обычно прошу сделать коллег, и чаще всего это упражнение происходит первый раз в жизни, когда они, на самом деле, открывают Хархантер или какой-то другой ресурс и понимают, что, оказывается, вот по нашей дисциплине требуются навыки, которые, на самом деле, в программе мы никак не затрагиваем. То есть очень важно мониторить этот рынок, и не только на... Особенно важно на этапе пересборки или создания программы, но и, собственно, на этих ежегодных апдейтах очень важно заниматься этим мониторингом и хорошо понимать, а, собственно, на какой запрос рынка на ваших выпускников. Доработать образовательные цели с учетом вот этого запроса рынка, и если у вас есть какие-то основные заказчики, основные компании, которые берут ваших студентов, то обязательно это с ними также проговаривать и учитывать их мнение. И тоже важный момент, когда очень часто мы проектируем программы, и все говорят о том, что нужно затачивать их под рынок, и это действительно правда. Но нужно не забывать, что мы все-таки работаем в университетах, а университет — это не институт специализированной подготовки. То есть здесь важно не выпустить ребенка и не забыть, что все-таки университет ставят перед собой такие глобальные цели, которые не только удовлетворяют все минутные потребности рынка. То есть у вас должно быть очень четкое понимание, я вам объясню это в контексте Grand Challenges, что вот сейчас перед человечеством стоит 14 глобальных проблем, которые оно должно решить. Нужно понять, как ваша программа, как ваши выпускники будут решать именно вот эти глобальные проблемы человечества. Они могут их решать в каком-то узком сегменте, но вот насколько они вписываются в этот контекст. То есть не только то, что сейчас у Сбертеха есть запрос на джава-программистов, а то, что вот там... Потому что понятия программиста в этих Grand Challenges не существует. Есть понятие недостатка пресной воды в мире, есть понятие персонализации обучения, есть понятие искусственного интеллекта, который должен помогать в ежедневной жизни человека. То есть не просто, опять же, искусственный интеллект и само по себе, как инструмента, а именно в каком контексте улучшение качества жизни людей. И вам нужно понять, собственно, в каком из этих направлений вы находитесь. Таких мировых выдвинов, они на самом деле сформулированы не только инженерным сообществом, есть цели ООН. Вы можете обратиться к любой платформе, которая вам наиболее близка, и понять, где вы и к чему вы стремитесь. Так, да, и не забыть вот эти вот высокие компетенции, это самого первого уровня, пять штук, которые я упоминала, распределить между вашими дисциплинами. То есть не только те УК и ОПК, и ОПК, которые есть с точки зрения ВГОСа, но и вот эти вот высокие компетенции, они могут в каком-то аспекте пересекаться, в каком-то нет, но вам тоже для себя нужно это понимать. Татьяна, большое спасибо. Очень хотелось бы перейти к вопросам, потому что накопилось много, правда, к вам вопросов. Видно, что вызвало живое обсуждение в чате темы. И хотелось бы взять, есть несколько вопросов про объективные показатели, про статистику активности какую-то, какие-то данные, собираете ли вы их? Потому что, как вот пишут коллеги, что отзывы студентов, конечно, важны, но вот какие еще есть показатели реализации? Ну, я об этом немножко упоминала, что мы используем, отзывы студентов, мы используем оценку коллег, то есть когда коллеги ходят друг к другу на занятия и тоже оценивают качество преподавания, мы используем оценку профессиональных методистов, которые занимаются тем же самым. Есть, на самом деле, интересная количественная метрика, которую мы еще до сих пор тестируем и не ввели, это оценка успеваемости студентов на последующей дисциплине. Потому что, если у вас, условно, там есть математика 1 и математика 2, и она ведется разными преподавателями, то успеваемость студентов на математике 2, она дает понимание, насколько они подготовлены на уровне математика 1. Это, верно, не для всех дисциплин, а только дисциплин, находящийся в прямой связке, но это тоже один из таких показателей качества дисциплины. Спасибо большое. То есть такой многосторонний взгляд получается с точки зрения разных участников учебного процесса. Очень интересно. Еще один вопрос касается уже непосредственно процесса составления программы. Как вы считаете, должна ли это делать обязательно команда специалистов в разных областях, или это может быть один человек, который реализует какую-то свою идею подготовки? Ну, да, это сильно зависит от конкретного контекста. То есть бывает лидер, который продвигает свою идею, может сделать предложение. Конечно, лучше всего, если команда поддерживает эту идею, и это уже такая, скорее, групповая динамика, насколько будет принято решение. То есть это у вас командная работа, либо у вас есть выделенный лидер, который свою позицию озвучивает явно, и просто коллеги с ним соглашаются. Да, поняла. Спасибо большое. Следующие вопросы касаются более уже конкретных, видимо, каких-то элементов, которые мы затронули. Во-первых, о том, зачем гуманитариям технические дисциплины, и что это дает в плане дальнейшей работы. И про трек предпринимательства тоже вопрос о том, действительно ли все рождены быть предпринимателем. Может быть, это все-таки больше особенность личности, чем то, чем можно научиться. Ну, давайте, да, по первому вопросу. Основная задача, которую мы решаем, это то, что люди будущего и выпускники, они должны обладать уже таким холистическим взглядом на мир, и не только ограничивать тем, что я гуманитарий, не понимая вашей логики. То есть понятно, что проработка в, как сказать, глубина, которая не уходит в техническом аспекте, она будет гораздо ниже, но у них должно быть очень четкое понимание и умение оперировать с этим инструментом. Если мы берем любую гуманитарную специальность, то навыки обработки информации являются сейчас, ну, наверное, самыми важными. То есть если вы являетесь историком, то, скорее всего, вам придется обрабатывать большие объемы информации. Если вы являетесь музыкантом, вам придется обрабатывать объемы информации. То есть это важно для любой дисциплины. Другое дело, что вы, скорее всего, будете пользователем этих инструментов, а не разработчиком инструментов, так как технические специальности. Про проект предпринимательства. История, в принципе, чем-то похожа. Если вы знакомы с таксономией Блума, то в таксономии Блума есть разные уровни обучения, то тут вы можете давать дисциплины на разных уровнях. У вас могут быть в этой корзине дисциплины, которые первого-второго, когда они просто имеют представление о том, что есть предпринимательские контексты, что они там могут написать какой-то элементарный бизнес-план и, не знаю, открыть ИПР, какие-то конкретные действия. Я абсолютно согласна, что это скорее лидер, личностная мотивация, которая, возможно, ее нельзя насадить, но ее можно развить. И для тех студентов, у кого есть такая склонность, они могут взять более сложную дисциплину. Но представление об этом... Вот сейчас есть такое понимание мировое, что представление о предпринимательской деятельности должно быть у всех. То есть не все должны стать предпринимателями, но представление об этом на уровне ГУМа 1-2, оно должно быть у всех. Поняла. Спасибо. Спасибо за ответ подробный. И, наверное, тогда последний вопрос. Могли ли вы что-то порекомендовать, где поподробнее погрузиться в эту тему, взять больше информации? Может быть, что-то так приходит в голову? Ну или, если будет желание, можете потом присылать тоже какие-нибудь материалы, потому что мы всегда... Ну, я бы, как бы, да, да, вот здесь есть указанная ссылка. Я бы, как метод, где можно вдохновиться, это Gram Challenges School of Program, программа, которая, наверное, самая свежая в области структурирования, в основном, конечно, инженерного образования, но я все-таки вижу, что это более широкий круг применения. Потому что в этой программе там как раз описано 14 мировых челленджей, которые стоят перед человечеством. И обратиться к челленджам, которые симулированы ООН. То есть вот я очень рекомендую смотреть на эти моменты и понимать, насколько вы находитесь в контексте и где, в каком месте этого контекста вы находитесь. То есть, опять же, создать свою программу, нужно балансировать между сиюминутной востребованностью выпускников и привязкой к вот этим глобальным ценностям. И нужно не уходить в крайности там, не там, и вот находиться в этом балансе, и постоянно понимать, что происходит и на сиюминутном рынке, и на запросах таких глобальных, которые стоят перед человечеством. Хорошо, хорошо. Затяна, спасибо большое. У меня закончились вопросы. Вы очень лаконично и емко отвечали. Поэтому, наверное, я перейду уже к представлению следующего спикера. А вам все равно спасибо и надеюсь до новых встреч.